Сейчас я просто поставлю. Итак, сегодня у нас начинается очень благое, большое дело. Это благородное дело, считаю. В нем участвуют наши предприниматели города Севастополя и сестринский корпус храма Дмитрия Солунского. Мы выезжаем сейчас на места к нашим ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, ветеранам боевых действий, для того, чтобы оказать материальную помощь им в качестве продуктов питания. Мы планируем, чтобы это движение приобрело массовый характер и хотим подключить всех предпринимателей, всех желающих волонтерам помочь нашим старикам, которые все сделали в свое время, чтобы у нас было мирное небо над головой. Пересчитывай, Дима. Два, четыре, шесть, девять и восемь. Поехали, мы первые. Первый и второй экипаж отправляется в Балаклаву, развозит помощь гуманитарную участникам Великой Отечественной войны. Присаживайтесь, Матрёна Ивановна. Здравствуйте. Самое, что ни на есть русское имя, правда? Да. Ой, Матрёна Ивановна, столько гостей давно не было. Спасибо, Господи. Ангелы-хранители. Сегодня день всех ангелов святых российских. Ангелы-хранители вам. Все святые. Батюшка, Матрёна Ивановна, мы приехали к вам с гуманитарной помощью и с добрым словом. Откуда? С благодарностью. Храм святого Димитрия в Солунском километре. Там, в районе пятого километра. А это наши сестрички, нашего сестрички Глази Сергея. Мы решили, таких как вы, ветеранов Великой Отечественной войны, посвящать время требований по мере возможностей. И привозить вам посильную для нас и ощутимую для вас помощь, продукты питания. Ну, если что, добрым словом, говорите, готовы поддержать вас. Передохните, передохните, передохните. А потом, в 44-м году, мать нас четверо, мы, я много детской семьи, переселились в Крым. Я окончила Квечерскую-Кушерскую школу в 46-м году. И стала здесь сельский совет, Гончановский был только. Я три раза выбирала меня. Тут надо два года депутатом. Работала еще, но по сокращению статус. Это оставили одну. Я старше была, меня сократила. А то я работала. Девять лет еще на пенсии проработала. После, после. Вот такие знания. Вот такой опыт, вот такие знания. Патриана Ивановна, вы прекрасно выглядите. Я вот смотрю и думаю, всем вы молодым нашим такую память иметь хорошую. И вот такие вот силы, столько сил и энергии еще у человека. Дай Бог Бог здоровья вам, долгие лета. Я это... Есть у меня аппарат, я добавляю, я по пульсу. Правильно. Правильно. Девчонки мои знают, у нас милосердие возрождается. Матрена Ивановна, сестрички милосердия учатся этому. Да, да, да. Точно так же учу их по пульсу определять. И давление, и по температурке, и по всему остальному. Первые воды тут проживало детей для того. Хотела сказать несколько слов о силе молитвы, материнской молитвы. Мы столкнулись с таким интересным случаем. Одна из групп волонтеров в Балаклаве работая, побывав в гостях у детей войны и осажденного Севастополя, узнала очень интересную историю. Сразу перезвонили, захотели, чтобы это было озвучено. Семья прибыла в осажденный Севастополь из Львова. У семьи было семь детей. Все семь сыновей отправились на фронт. Мать с оставшимися дома домочадцами утром, в обед и вечером молилась. В результате все дети вернулись живыми и целыми, невредимыми с войны. Вот такая удивительная история. Я не могу об этом молчать. Я должна сказать, это в этом обязательно всем рассказать. Сегодня мы еще были у одного замечательного человека, который, к сожалению, похоронил уже своих сыновей. Насколько сильно материнское слово, материнское чувство. Человек живет, человек старается, и я думаю, что у него хватит терпения и сил. Мы все надеемся на это, что все наши ветераны сильные духом, еще проживут очень долго и дадут нам большой толчок дальше действовать, двигать вперед. Призываю всех помочь нам в этом. Ничего удивительного я не увидел. Увидел, что каждая судьба человека по-разному. Есть и одинокие люди. Самое главное во всей этой акции, я считаю, это общение. Вариант, вот сейчас приехали женщина, я потерял от других детей, живет одиноко. С ней пообщался батюшка, с ней пообщались сестры милосердия. Как-то ее успокоили, подбодрили. Понятно, продукты и питание это полезно, но я считаю, что в совокупности с общением именно с духовным, это очень полезное дело.